Поехали! Смотрим на Тони Паркера. Рондо он обыграл. И Гарнет тут тоже обошел. Но Гарнет чуть-чуть, пока проходы в пирсе. Вот один из них заталкивает в трехсекундную зону Боннера. Тем не менее, Боннер отзащищался. Паркер в трехсекундной. Есть! Два очка на имену. Он команду за собой повел. Ну, а пока что Ален. Ален получает заслон. Отличная скидочка. Ну, и на сей раз Рондо с переменным успехом находил. И вот сейчас вернулся Гарнет. И команда, соответственно, с возвращением Гарнета перешла к привычной ситуации. Ну, а замечание. И да, Тони Паркер. Боннер пока что не забивал. Два его дальних броска завершились ничем. Отличная. После баскетболиста Юты Джас, кстати говоря, Брюера. Ну, а это Боннер атакует. Ну, на сей раз Папковый. Но, тем не менее, за этот бросок только два очка получил Мэтт Боннер. Еще один хитренький. Чечная передача, казалось бы, под кольцо на Гарнета. Тем не менее, не точная. И тут же ответная. И 27 секунд с небольшим осталось до окончания первой четверти. И такого же уровня центр появится в Бостоне. То команда будет перегружена звездами. Ну, а это мы с вами видели. Довольно высоко играет Тони Паркер. Получает заслон. Ну, и не очень активно открывается такой вариант. Сам пойдет Рондо. Забирается под кольцо. Не забивает. Ну, и что дальше? Гуден оставляет партнеру мяч. И тут же потеря. И можно завершить эффект на эту четверть. Что и происходит. Моната NBA. Самые красивые моменты четверти. Тони Паркер, обыгрывая Реджина Ронда, забивает в проходе. И опять Тони Паркер на сей раз вокруг оси, использовав вернее как это ось, как ось соперника, развернул. То я почему-то пытался ему помешать без особого успеха. Ну, и момент, который завершил эту четверть. Пока высматривал, кому сделать передачу. Роджер Мейсон у него довольно-таки бросок. Неточная правда. То есть, все, что предшествовало непосредственно самому броску, было прекрасно. Сейчас Хилл играет вместо Кинли. Хилл по лицевой прорывается и красит. Точный бросок. И Хилл подбирает мяч под своим кольцом. И на Паркера делает передачу. Мэтт Боннер, дальний бросок Роджер Мейсон. И тут уже спешить вряд ли будет Тони Паркер. Сам решает. Нет, суки, делает скидку на Боннера. Боннер обыгрывает. Теперь отдыхается. Боннер снова вернулся в состав. Данкан тоже пропустил встречу с Миннесотой. Еще раз смотрим. Последний его подвиг. Красиво. Всех оббежал и забил. Те, которые я вам только что представил. Довольно красивый мяч забил. И довольно спокойный. Тони Паркер. А Тони Паркер, завершая атаку, парилась именно в такой вот редакции, что дали отдохнуть коленям Тима Данкана в матче с Миннесотой. Именно поэтому он не играл. И надо сберечь, конечно, этот крайне хрупкий орган любого спортсмена. По всей видимости, считать. Еще раз смотрим. Не глядя. Отличный ресторан Антонио Спёрс. Так что на этом паркете бывал неоднократно. И, наверное, может считать его отчасти своих. Один из лучших сегодня. Пока что не дает ни единого сбоя. Реджин Ронда. И уже ничья. 37-37. И тут же Мэтт Боннер атаку кольца. Сан Антонио в атаке. Вторая четверть явно за Бостоном. Где-то эти команды вообще без обороны играют. Какая-то паника под счетами. Совершенно безбашенность и безалаберность. Тем временем Тим Данкан очень здорово укрыл от полуфирса мяч. И забил в проходе. Получив, судя по всему, в челюсть от своего оппонента. Чего арбитр не заметил. Штрафного не дал. Но с двумя очками остался Тим Данкан. Но на сей раз вот что-то совсем неприятно. Конор не сумел сопернику помешать оставить мяч в игре. Ронда. Который позволил себе из себя же выйти в конце второй чит. Стену живую перед ним выставили партнеры. Несколько заслонов сразу не стал он атаковать. И вот такая передача на Перкинса. Быстрая атака. Мэйсон расположился в удобной для себя точке. И должен был, конечно, попадать. А вот ответ. И опять не попадает. И вот еще и с броском проблемы выявились у Сан-Антонио. Отличная передача на Гарнета. Ну, в боще он ему точно не уступает. Отличная передача. Только эти двое у Сан-Антонио играют. Ну, а Гарн... Разыгрывающего Сан-Антонио. Еще раз смотрим эту отличную игру в стенку. Вроде стенки выступил Тим Данкан, оттолкнувшись от соперника. И переправил мяч Тони Паркеру. Красота. Ну, только на них надежда сейчас у Сан-Антонио. Паркер снова под кольцом. Браво! Сначала Ронда. Потом тут же Перкинс на подстраховке появившийся. Тут же Пирс. А Ронда как убрал Тони Паркер. Кажется, Мэтта Боннера в должной мере. Партнеры играют вдвоем только. Я имею в виду Тони Паркера. Блокшот. Роджер Мейсон. Не точно. Никого там под кольцом нет. И, возможно, этим бросок и плох. Помимо своей неточности. Ну, и... Не успел я посмотреть, кто же выйдет на паркер. Паркет. Пока что Ронда с мячом получает заслон от Дэвиса. Сам атакует. Мяч под своим щитом. Тут же его Ронда отдал. Ну, и подставляет. Крючочек попался. Клечо выставил. А Паркер был тут как тут. И Перкинс-то получше. Несколько раз он на блокшоты ставил Тиму Данкану. Ну, и сейчас отличная передача. Отрешился сам атаковать. Ну, кто будет это делать? Никто не будет делать. Паркер пойдет один в один против Ронда. Пойдет и забьет. Эксперт готов сподвигнуть коллектив на подвиги. Ну, просто как мимо фишки. Мимо столбика. Прошел Данкан на пиццу. Тони Паркера. Которому предстоит отдохнуть сейчас. Хилл выйдет вместо него. Ну, и мягко. Стравоотрывание случилось. А вот и хаос. На площадке забивает не унадцать. Ну, а суть до дела Гарнет. Третьим по результативности стал. Десять очков у него. Зейг преодолевает. Убирал назад мяч Паркер. Ну, а здесь на ногу ему наступил, по-моему. Потерял контроль над мячом на одну секунду. И тут же вынужден был за плечом. Ну, вот чтобы не мучить вас этой математикой бесконечной. Переходим. Кстати, абсолютно равные показатели и по броскам с игры. По 41%. Отпускают его, дают ладить мячом на линии трехочкового броска. Ну, а что же сейчас? А сейчас Паркер. За Паркером следят. Танкан ему по мере возможности помогает. Паркер хорош! Здорово! 54-74. Еще раз смотрим, как Тони Паркер обыграл Кендрика Перкинса. Ну, во-первых, не дался Костона. Ну, еще один бросочек Пирса. И 80-77. Одна десятая по-прежнему остается. Ну, вот и все. 80-77 на этом.